Глава городского округа Люберца Владимир Ружицкий дал старт военно-полевым сборам для учеников 41-й гимназии. Ребята, в течение пяти дней предстоит пройти подготовку почти по всем военным дисциплинам. В ходе летних военно-полевых сборов для учеников 41-й гимназии более 500 юношей пройдут обучение по строевой, огневой, тактической и медицинской подготовкам. Владимир Ружицкий подчеркнул, что на сегодняшний день военные профессии в стране востребованы. Россия как страна, как держава состоялась благодаря военным. Именно военные люди, а зачастую и все население становилось плечом к плечу, дабы отразить нашествие любого врага. В ходе сборов будут проводиться мероприятия по военно-профессиональной ориентации. Школьников познакомят с основами радиационной, химической, биологической защиты войск. Данные мероприятия являются отличным фундаментом, который закладывает прочность, крепость, ваши дела, ваше сознание. Поскольку, какими будете вы в будущем, такой будет наша страна. На сборах ученики продемонстрировали, чему научились. Гости мероприятия исполнили акробатические трюки современного направления спорта – воркаут. Ну, я сам служил в армии, и когда мне предложили выступать на полевых сборах, это было огромной, на самом деле, честью, чтобы показать, для чего вообще происходит вся служба военная, да, как она подготавливает людей. И армия, она только, как бы, еще более усилила мое стремление в спорте и захотелось заниматься спортом. Для школьников учебно-полевые сборы – не развлекательное мероприятие. Это дань памяти военным, отдавшим жизнь для мирного будущего своих потомков. На протяжении, наверное, всей учебы дети знают, что родина и патриотизм – это не пустые слова. И они знают это от всех, которые работают в этой школе, живы в родной школе. В конце пятидневного марафона участникам выставят оценки, которые будут учитываться при подведении итогов за весь курс обучения в школе. Возможно, после учебно-полевых сборов кто-то из ребят захочет связать свою жизнь с армией. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.